Ролик вышел при поддержке ребят с Бусти. Спасибо вам большое. Уважаемый зритель, возможно ты слышал такую формулировку в своем детстве, а голову-то дома не забыл, так вот я спрошу тебя. А ты не забыл подписаться на канал? Более 60% смотрят ролик без подписки. Лучше оформить подписку, чем взять за записку. Приветствую тебя, дружище, ты на канале Амургейм. Сегодня мы с тобой поговорим о хорошем оружии. О хорошей альтернативе для РФБ. На сборку этого оружия ты не будешь тратить состояние, при этом оно будет убивать других ЧВКшников, и при этом ты сможешь разнообразить свой геймплей. Понятное дело, для многих зачем какие-то другие пушки, когда в игре есть РД-704, Мутант, Миа и так далее. Зачем вообще играть со средним оружием? Собственно, есть мета, вот буду тратить по 250 тысяч на сборку и играть только с метовым оружием. Но также в рейдах я часто снимаю с ребят разнообразное оружие. РПКшки, ППшки, разные снайперки. Ребята играют в свое удовольствие. Два вайпа назад я играл постоянно в одном сетапе. Слик, Юлач и ХКшка. Через 2-3 недели мне надоел Тарков. Сейчас я играю абсолютно со всем. Мосенькие, закрываю на них 100 метровки, какие-нибудь там тозики, топовые мутанты, топовые эмки, адарки, да что угодно. Классно вот так вот сесть, разнообразить свой геймплей и поиграть с разным оружием. И помни, что это мое мнение, мы не обязательно должны быть с тобой схожи во вкусах. Цель данного ролика дать тебя понять, чтобы ты не зацикливался на какой-то мета сборки и играл постоянно с ней. Речь у нас сегодня с тобой пойдет об АК-545. РФБ классная пушка, у нее есть как плюсы, так и минусы. Ролик об этом оружии уже есть на нашем канале. Но сегодня мы с тобой поговорим о АК-545. Прежде чем перейти к сборке боеприпасов, давай немножко поговорим вообще об этом оружии. Что такое карабин? Карабин это средняя дальняя дистанция. Но в нашем случае 545, в отличие от РФБ, которая подходит на средне-дальнюю дистанцию, АК-545 отлично подойдет для ближней средней дистанции. Давай еще вот что точним. У нас в игре есть штурмовые карабины, а вот всякие МИР, САС, ССР-25, они уже относятся к марксовским винтовкам. Знаешь, даже скорее всего основная его цель это средняя дистанция, Но при этом он неплохо справляется, если неожиданно со спины к тебе подходит враг, Ты можешь развернуться и сказать, братишка, 60-них на БТшечках, ух, сейчас тебе будет больно. 545 мы можем купить у лыжника на втором уровне за 72 тысячи. Правда вот на барахолке, цена его начинается от 42. На барахолке также продается укороченная версия за 42 тысячи, Но, к сожалению, укороченная версия не так хорошо подходит для средней дистанции. Укороченная версия, ну, честно, я не понимаю зачем, потому что, если мы хотим работать на оружии, на дистанции, Нам нужно всегда что? Правильно, длинный ствол. Цена у него плюс-минус та же. По классике переползаем в схрон, правая кнопка мыши, сборка, ну и погнали. Обязательно используй глушитель, потому что все-таки средняя дистанция, И нам нужно, чтобы враг, ну, не так мог быстро понять, где мы находимся и откуда ведем огонь. Конечно, ты можешь поставить гибридник, но гибридник уже нам выйдет в копеечку, 78 тысяч. А вот остальные глушители стоят примерно одинаково. ПБС-4 24 тысячи, гексагон стоит 33, а ТГП стоит примерно так же 30 тысяч. Знаешь, тут уже не особо важно, какой глушитель ты выберешь, потому что характеристики у них меняются минимально. Соответственно, если есть какой-нибудь глушитель в схроне, бери его, незачем покупать другой глушитель. Гексагон, например, у нас прибавляет эргономику, но при этом прибавляет плюс 1, плюс 3 по отдаче. ТГП оставляет такую же эргономику, как и ПБС, но уменьшает отдачу на минус 1. Но напомню, что гексагон, ТГП стоит 30 тысяч на барахолке, а вот уже непосредственно ПБС 24. Магазин в идеале поставь 60-ник, 24 тысячи, это не такая большая цена для магазина. В идеале, если у тебя прям мало денег, делай вот как. 60-ник в оружие и 30-ник в разгрузку. То есть не надо брать два 60-ника, возьми 60 и 30. Основной огонь ты ведешь 60-ника, если нужно будет перезарядиться, ты предряжаешься, у тебя есть всегда доп.магазин. Ну и при первой же возможности ты будешь докидывать свой 60-ник, россыпи и своего подсумка. Конечно, ты можешь поставить пистолетную рукоятку, которая добавит эргономику. Там РК-3, вообще сказка, классная пушка, на барахолке стоит 20 тысяч. Но опять же, если ты ее не поставишь, ничего сильно не изменится. Ну ничего сильно не изменится. С прикладом все очень просто, ставим морский приклад и на него затыльник. Морский приклад у нас стоит 21 тысячу, либо 80 долларов. И затыльник стоит вообще максимально копеечку, порядка 7 тысяч, либо 18 на барахолке. Рукоятку однозначно я советую тебе поставить на эргономику, а не на отдачу. Все-таки это не автоматика, а карабин, который тапает, и эргономика здесь куда важнее. Если у нас завалил в схроне с Е5, либо доступна к покупке у механика, покупаем ее. За 42 тысячи я бы не стал ее покупать однозначно. Есть хорошая альтернатива, это Кобра, которая стоит на барахолке от 16 тысяч, либо у механика 11 тысяч. С Е5 это сбалансированная рукоятка, но покупать ее на барахолке за 40 тысяч смысла нет. Потому что у нас эргономика теряется минус 1, и отдача у нас лучше на минус 1, минус 3. Это не такие значительные цифры для того, чтобы тратить такие суммы. Если есть возможность, мы ставим с тобой рукоять затвора, так как она прибавляет нам эргономику. РП1 у нас продается на барахолке за 8 тысяч, либо у торговца за 3. Ну и конечно же элитная, это КСС, которая продается на барахолке уже за 44 тысячи, а у лыжника за 5. Но у лыжника это на короне, так что, ну, понимаем, да, экономия, сестра таланта. РП1 поставили, все очень классно. При целом все максимально просто. Основная зона действия, это что у нас? Это средняя дистанция. И если враг прибежал к нам в спину, мы в упоре сможем его уничтожить. Поэтому все коллиматоры, голографы, они однозначно отпадают. Ставить оптику 30 мм я тоже вам не советую, потому что это же дальняя дистанция. А нам нужен прицел для средней. Также откажись от таких прицелов, как Браво 4, Хаммер, АДДП4. Или, например, вот этот гибридник ЕОТЭЧ. Они очень стрёмные, неудобные, у них не меняется кратность. Короче, они максимально бесполезные и стоят, ну, недешево. Есть шикарный прицел, это спектр Елкан. Как по мне и по мнению многих, лучший прицел для средней дистанции, это Елкан спектр. На барахолке вот цена составляет 36 тысяч, либо 350 долларов у миротворца. Вот наша прекрасная сборка. Вы помните самое главное, это мое мнение и мое предпочтение. И я им делюсь с тобой. И это не значит, что вот эта пушка самая лучшая в игре. Нет, это пушка, с которой можно играть, которая убивает, с которой интересно играть. И которая отличается от всего остального. Во-первых, прекрасный звук стрельбы. Кучненько, быстренько и отлично. Кстати, на этом прицеле есть вот такая мушка, но я ее зачастую не использую, а стреляю от бедра. Я имею в виду только кратность на этом прицеле. И кратность отлично подойдет вам для средних дистанций. Что уйдет ЧВКшник где-то в форточке, где-то в кустике. Вам не нужно смотреть на километр. Шикарный прицел для средних дистанций. Берите, берите и еще разверите. 5-4-5 очень комфортно подбрасывается и опускается во время стрельбы. Это значит, что с нее комфортно быстро тапать в ЧВКшника не только в голову, но и в грудь. Обратите внимание, что большинство выстрелов летят прямо в цель. Соответственно, изрешетить вашего соперника будет проще простого. Единственное, напомню, если вы встречаете человека, у которого там мутант, и вы лоб в лоб сходитесь, конечно, у кого там мутант или ППшка, он будет эффективней. Потому что ваше оружие предназначено для средней дистанции. Средняя дистанция, враг подошел сбоку, вот такие, братан, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, уничтожено. Советую ли я этой пушку? Однозначно советую. Давай переходить к боеприпасам, потому что все же в Таркове у нас убивает патрон, а не оружие. Ну и как всегда, мы обращаемся к прекрасному сайту Tarkov Help. Заходим через таблицу патронов, выбираем 54539 и смотрим, что у нас здесь есть интересного. Однозначно отказываемся от ПРС, от ХПшек, от СПшек, от УСек, от Тшек, от ФМГ, от ПСек, от ППшек, а вот уже от БПшек мы можем это оружие использовать. Вот те патроны, которые ты можешь использовать с этим оружием. Почему не делаю конкретику на каком-то отдельном патроне? Потому что с пятерками в Таркове все очень просто. Они постоянно спавнятся, они постоянно спавнятся в этих вот коробочках, постоянно спавнятся на ботах какие-то патроны, постоянно спавнятся на рейдерах, и уж тем более ты можешь халутать с других чувакашников. Вверху самый топовый патрон, ну и соответственно вниз чуть похуже. Вот ниже БПшки брать я тебе не советую. Патроны постоянно складируются в схроне, не нужно откладывать патроны на черный день. Есть топовые патроны, бери их с собой в рейд. На барахолке продаются только БПшки. У торговцев ты сможешь купить БТ и БП. БТ купить у Прапор ты сможешь после выполнения квеста Каратель часть 4. БПшки Прапор продают без квестов, продают их на третьем уровне лояльности, так же как и БТ патроны, но БТ после квеста. Итак, давай повторим. Патроны ниже БПшки лучше не использовать. Все остальные, велкам то ваш магазин. Бери с собой шестидесятник и тридцатник. Отличная экономия патронов. Росыпь в подсумок и всегда лутай патроны с других чувакашников. Топовые патроны всегда идут в твой подсумок. 5-4-5 отличное оружие для средней дистанции, но также это оружие хорошо справится с тем, если ваш враг подойдет сзади или сбоку. Не проводи параллель топовая сборка и средняя бюджетная сборка. Играя с разным оружием в Таркове и получая удовольствие. Тарков на то и прекрасен, что нет правил, по которым мы должны в него играть. Кто-то бегает фулкой, то ради бога пусть бегает. Кто-то бегает с бэу, то пусть бегает с твойзиком, ради бога. Мы все играем в одну и ту же игру. Мы все играем ради одной цели. Ну, почти. Кто-то получает удовольствие, а на других нам все равно. Напиши в комментариях, играешь ли ты с 5-4-5, или планируешь ли поиграть после данного ролика. Спасибо тебе за просмотр ролика. Всего у тебя самого лучшего. Не болей, вкусно кушай, отдыхай и получай удовольствие. Неважно, чем ты занимаешься, где ты находишься и что-то делаешь. Пытайся получить удовольствие везде. До скорой встречи. Увидимся в следующем ролике и на онлайн-трансляциях. Пока.